Это день победы, городом права, это праздник с синилою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Близкие бережно помогают Владимиру Васильевичу Баландину занять место, как сказали бы, в первом ряду. В этот день он главный зритель необычного концерта. Специально к ветерану и его супруге Клавдии Ивановне, она труженица тыла, приехали военные, чтобы поздравить 75-летие Великой Победы. С импровизированной сцены, в роли которой выступила легендарная трехтонка, ансамбль «Волжские казаки» исполняет любимые фронтовые песни. Традиции проводить мини-парады под окнами ветеранов. Второй год, но впервые эту идею осуществили именно самарские военные. Теперь ее подхватили все вооруженные силы России. Режим самоизоляции не повод оставлять ветеранов без праздника и должного внимания. Решили военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии. Концерты и мини-парады проводили по всей области. Сил не жалели. Например, к дому фронтовика, наводчика «Катюш» и «Льва» от Минеева приехала новая модификация легендарной реактивной установки. Система залпового огня «Торнадо-Г». Мобильную сцену развернули тут же. А для Федора Ивановича Ваганова, который отметил 100-летний юбилей, организовали онлайн-парад. Торжественным маршем прошли военные из Самары. Юнормеец прочитал стихотворение, а оркестр миротворческой бригады исполнил попури из фронтовых мелодий. За действием заслуженный связист наблюдал в реальном времени с помощью мессенджера. Мини-концерты и парады не оставляют никого равнодушными. Ни самих ветеранов, которые не могут сдержать слез, ни соседей, которые становятся случайными зрителями таких необычных поздравлений. Это было, конечно, удивительно, но я поняла, что это было персональное поздравление для нашей соседки-бабулечки, которая принимала участие в те годы. И, конечно же, было безумно приятно за то, что вот так вот праздник сам приходит к нашим старичкам. Было безумно приятно, очень трогательно. И, конечно же, хочется сказать спасибо организаторам, участникам такого вот поздравления. Традиция проводить мини-парады и концерты с доставкой на дом стала действительно народной, сродни всероссийской акции «Бессмертный полк». Тем ценнее то, что зародилась она именно на Самарской земле, а значит, стала частью нашей истории. Анна Ивахина, Александр Дудко, Александр Каракулько. Новости губернии.